Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствуем! С вами Наталья. День будет, наверное, хороший, солнечный и теплый. Будем на это надеяться. Зима надоела, хочется тепла. Но будем не о погоде, а будем, извините, о нашей барне. Нашей, вашей, ну, обыковой, короче говоря. Ну, о чем поговорим? Наш пострел везде поспел. Да, вчера стримила в Телеграме, вчера стримила ВКонтакте и в Ютубе. В общем, по Телеграму посмотрел ее коротенькие видео. Ну что, умоляет всех прийти и подписаться. Кидает везде ссылки, особенно на ВКонтакте. ВКонтакте ей больше всего нравится, потому что там уже можно стримить сразу. И там есть донат, есть подарки. Это она все изучила в первую очередь. Монетизацию она пока еще не изучила. Но, надеюсь, скоро будет знать, как подключить монетизацию. Я не скрываю, так как меня забанили в Телеграме. Я вчера зашла ВКонтакте и написала жалобу. Буду это делать каждый день и не раз на день. Потому что, если ты с людьми так не даешь высказаться, значит, и с тобой будут так. Не знаю, как вы, но я уже, мне хочется высказать свое мнение, но она же не дает нигде. И вчера в Телеграме она, когда всех зазывала к себе подписаться в Телеграм и... О, Господи, ВКонтакт. Она говорит, вы понимаете, я сейчас в таком положении, что вот мне очень нужны деньги. Я понимаю, сейчас трудно, но в первую очередь нужны мне. И тут же другое сразу выпускает коротенькое видео. Поняла, что говорилось по Фрейду. Хотя все прекрасно знают, что ей на всех на... Какать на голову. Самое главное, я. Даже те 38 тысяч, которые ей платит опека, и те 15, которые платит ей детский сад, ей мало. Тем более, есть свое хозяйство. Молоко, яйца, мясо. Это основное. И она говорит, что ей этого мало. Ну, конечно, если она, как она нам преподнесла, она за коммуналку платит порядка 20 тысяч. Ну, красиво жить не запретишь. У тебя кругом горит свет, у тебя все на свете. И казан на лесопете. Конечно. Опять же, она в Телеграме выпустила, что ей написали, почему ребенок сидит на полу. Она не сказала. Нет, она наоборот сказала, что у меня, вот видите, стоит датчик. У меня здесь теплые полы. У меня чистые полы на полу, на кухне. Она моет их пять раз в день. Хоть ты каждый час их мой. Это пол. Теплый, холодный, деревянный, плитка там, все что угодно. Это пол. Даже на стуле, на стуле, девочкам без трусиков сидеть нельзя. А у тебя грудной ребенок сидит на полу. Ну, хорошо. У тебя же мало проблем с Настей, с Матроной. Ты хочешь еще проблемы с Вероникой? Получишь. Потому что ты никчемная мать. Что меня удивляет? Вот неужели органы опеки тебя не смотрят? Ну, неужели там нет ни одного человека, который не смотрит тебя? В Телеграм, в Ютубе, в Дзене теперь. Да, в Дзене ей монетизацию подключили. Она уже заработала 500 рублей. Для нее это счастье. А, да, после полмиллиона 500 рублей это вообще счастье. У-у-у, высокое счастье. Ну, и, конечно, вчера на третье у нее был Ютуб. Вот еще раз. Органы опеки и ПДН, и полиция. И все на свете. Время 11 часов. Дети не спят. Еще раз. Дети сидят на информационной паперте. Сидят Сид Настя, сидит Матрона. И маленькую Веронику под конец притащили. Детям надо спать. Мать стримит в комнате, в спальне детей. На нее мне далеко наплевать, что она там тоже якобы когда-то спала. Но что происходит? Дети не спят. Детям что, не надо в школу? Там у нее двое, кто учится. Не двое, а у нее трое учатся в начальной школе. В четвертом классе, в первом и во втором. Детям не надо спать, им в школу не надо. И эти. Детский сад. Где режим? Настя, Матрона. Якова я не видела. Яков, наверное, спит. Он, слава богу, такой спокойный мальчик, что он, мне кажется, будет голдеж. Стоят, он ляжет и уснет. Он, мало того, что спокойный, он в такой степени самостоятельный. Он как изгой в этой семье, он никому не нужен. Вот эти везде торчат, лезут, что-то говорят, все девчонки. Ни Яков нет. Я думаю, он с Лешкой где-нибудь, где Лешка спит. Алексей стал показываться на мамином видео реже, потому что он прекрасно понял, что его место занял Санек. Санек теперь занял место Леши. Что-то не видно и Сису Сосисовну. Нет, ну ее было видно вот в видео там чуть-чуть. Она вообще на учебу-то собирается? Или будет у мамки в няньках сидеть? За бесплатно? А, нет, мы забыли. Она работает на фрилансе, работает, работает. Так работает! Что даже 20 тысяч получает. Что для студента это много. Еще раз, Быкова, где твой Федор? Тут писали, ну я, конечно, не всему верю, что пишут. На заборе тоже написано, а лежали дрова. Что якобы она Федору в Питере квартиру купила. Что-то я в это не верю. Быкова не из тех людей, которые своим детям будут покупать квартиры. Она скорее их пригонит в деревню пахать, чем она купит квартиру. Ну, Лешке уже, видно, это все надоело. Он все прекрасно видит. Она сейчас Быкова детей настроит против себя. Сидела вчера счастливая на стриме, брала, наконец-то, уже полсуммы от 100 тысяч 500. И вот она кричит на каждом углу, ну помогите. Я готова работать по 24 часа в день. А детьми кто будет заниматься? Ты сидишь в декрете. Кто будет заниматься детьми? Ты только вчера рассказывала, что ты сидишь за компьютером под 8, 10, 12, 14 часов. Интересно, кто же в этот момент занимается твоими детьми? Кто занимается твоим хозяйством? Ну, у тебя вчера радость была. Петрович поправился. Он, наверное, такую же гадость подцепил, что был у твоих телят и коров. Потому что следом дристать начал он. Или ты его кормишь таким, что человек траванулся. Даже Света вчера сказала, что он, скорее всего, отравился. Угу. Чем? Он ест только дома. Как Быков сказал, ой, ну ты же ешь дома. То же самое, что и мы. Угу. Да то, да не то. Вы вон с этим тортики трескаете. Рожа уже будет скоро у Быковой с задницу размером. Как гусеница вся вышла в светлых штанах поправлять. Ой, боже мой. Дай мне силы терпения. Смотреть ее невозможно. От нее уже тошнит. Ну, вот честно тошнит. Какую сеть не зайди, везде Быкова. Куда не зайди, везде Быкова. И эти две шаболды. Манька да Галька. Которые ее прикрывают по всем тылам. Тоже еще те звезды. Лешка не выпускает ничего. Сиса Сисона тоже что-то задвинула. Давно не было. Уборочки по дому, мотивации. А потому что снимать нечего. У нее нет мотивации. Она, как говорится, я будет мотиваться, я буду убираться. Нет ничего. Лешка тоже ничего не готовит. Ничего не готовит. Куда-то пропал. Только вот недавно в Телеграм кричал. Он там все изыскивает методы, как свалить за границу. Ну, мы уже поняли. И не снимает ничего кулинарное, потому что ему это нафиг не надо. Ему больше нравится, как мамочке, трындеть. Всякую хрен нести людям. Смотрите. Своим друзьям. Двух слов связать не может. Это, блин, челка на глаза. Блин, ты хоть и подстригся бы хоть чуть-чуть. Глаз не видно. Морда вся в крючах. Тебя мать что, не может купить нормальное средство для умывания, чтобы у тебя прощения было? Господи. При таких деньгах и не может купить ничего? Весна, видите, Лешка говорит у него. Он зацвел весь. У меня внук тоже цветет. Но у него сейчас ничего не, слава богу, чисто. Купила хорошее средство для умывания. И все, и проблема вся ушла. Ладно, не будем о грустном. Будем следить за этой Санта-Барбарой. Да. Я все жду, когда она на... Что-то она в последнее время про женка забыла. Да. Что-то не подает она на него в суд. Жду, когда она на него подаст. Тогда будет весело. Ну, хоть будет что-то посмеяться над чем, посмотреть чего-то. А женек больше вообще не выходит. О, он на посту. У него ружье. О, он на посту устоит. Все, мои хорошие. На этой хохме я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.